Всем доброго времени суток с веселой пятницей, как говорится Happy Friday Я в Омага, Небраска Сейчас взяла маленький перерыв поменялась трейлерами с другим мужиком Я должна была привезти ему этот полный трейлер забрать пустой Я сейчас еду с пустым назад в свой терминал забирать какой-то груз и ехать домой уже на дом Вот, ну ничего Я в этом, Омага, Небраска еще вам не показывала Вы никогда здесь не были со мной Поэтому, что захватит там По highway 80 по-моему немножко мы проедемся Вот Ну хороший отрезок Так что прокатимся со мной Если вам еще не надоело со мной ездить Я уже так Снимаю где что могу Где еще не было Вы не были А многое чего и не снимаю Потому что что-то Желания уже такого нету Особенного, честно сказать Чтобы сниматься Вот Это занимает какое-то Время, наверное Что-то я же говорю Что-то нету желания Вчера была в Миннесоте Можно было бы поснимать Там тоже интересно было Ну что-то тоже не было желания Особенного Как-то так, друзья Ну короче Сегодня Есть желание И возможность Как говорится Сниму немножко Да, что там уж Разумею канал Нужно выставлять Людям, чтобы смотрели что-то Пока я буду себе кушать кофе И ехать То есть пить кофе И кушать свое Что я там купила в кофе Штат Небраска Она межует с Саевой Поэтому Географически Они очень похожи Фермерство Тоже самое Развинуто здесь Так, как и в Саевой Тоже самое Так, как и в Саевой Тоже самое Продолжение следует... Продолжение следует... Осталось Продолжение следует... Это где-то 130, да, по-моему, по километрам. Очень скоростная дорога. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Уже такой дубак, друзья, у нас конкретный. Я сегодня с утра встала, в кабине холодно, потому что, ну, вечером еще не так. Ложишься спать, а может за день там машина обогревается, все нормально. И так холодно, да. А с утра такой дубак был, ужас, 1.42. Показывала. Это ужас. Еще ветерок такой. Я с собачками вышла. Замерзла. Пришла, оделась тепло, уже все. Сказала, уже нужно свой гардероб перебрать, положить все теплое. Даже вот бросить в машине, чтобы было уже все. Так что, уже официально осень у нас, октябрь, и пришли холода с октябрем. Дни еще так немножко нагреваются. Вот я сейчас в Небраске, показывает 54. Это не так жарко. Ну, уже все, уже все, осень конкретная. Я в Миннесоте вчера была. Деревья уже все желтые. Здесь еще не так. А там уже конкретно, уже краски осени везде. Заметные там, конечно. Напоминает о том, что у нас день благодарения скоро, и будем жарить индейку. Это такой семейный праздник. Я жду своих родных, родные гости должны приехать ко мне. Так что, для меня это вообще будет супер. Я очень-очень счастлив, что у меня есть родные люди. И этот праздник как раз собирает родню, и это здорово. Так что, будем жарить индейку, и всякие вкусняшки будем делать, да? Праздник благодарения Господу за то, что Он благословлял нас на сего часа, да? Ни в чем не нуждаемся. Как вспомнишь, как мои родители жили, да? У многих из нас, наверное, такого возраста, как я, люди, да? Каждому, наверное, родители рассказывали, какое время было войны, да, и всего. Поэтому сейчас я разговаривала с братом своим, самым старшим, он живет в Украине. И мы там поговорили так, ну, что типа Украине там, ну, они что-то переменно, что-то так не очень сильно, все меняется быстро. Ну, я говорю, ты даже сравни, вот, там говорят, плохо жить, плохо жить. Но, говорю, не так же живут люди, вот, он такой старше намного меня. Я говорю, ну, ты вот помнишь времена, когда послевоенные? Как люди живем? Он говорит, о, ну, конечно, мы сейчас живем, как короли. Ну, то есть все поздно является сравнение. Конечно, каждому человеку хочется жить, ну, в достатке, и чтоб все, не переживать за завтрашний день. Но, вообще-то, мы все живем сейчас, я говорю, о своей бывшей стране, да, и здесь, как наши люди живут. Ну, здесь-то вообще не считается, здесь-то мы вообще живем, как короли все, да. Но даже не в той же Украине, я не знаю, не была в России, но думаю, что тоже люди живут хорошо. Но, хотелось бы лучше, да, но по сравнению с военными временами, холодом, разрухой, люди сейчас живут хорошо. И за это нужно благодарить Бога. Не только в день благодарения, а каждый день. За то, что милость Его продлевается над нами. По крайней мере, мы еще не видели горя, несчастья, разрухи, холода. Это все от того, что Бог еще нас любит. Вот, не будем забывать, не будем забывать, благодарить Его за это. Я как-то уже, по большому счету, выставила камеру, что эти полоски на стекле не видно. Я эту штуку подвинула немножко. Поэтому, это немножко помогает, хорошо. Я сейчас остановилась на обед, Pilot называется такая, Travel Center, Flying Jane Pilot. Это такие центры для путешественников, да, там и для тракистов, и для простых людей. Вот, я когда в них останавливаюсь, я много говорю о кафе, наверное, в последнее время, но... И что-то, вот сегодня мне захотелось второй раз взять кафе. А я в них люблю ихней, ихней компании кафе, Pilot. Ну, это пилот, типа, по-русски, да. Вот. И оно очень такое классное. Вот я сегодня остановилась на обед, взяла там, перекусить, и купила себе кафе под что-то голову, да. Ну, такая погода, оно, наверное, немножко дает на голову. Вот. Поэтому, что-то захотелось кафе. Я себе купила, знаете, я съеду, наслаждаюсь Pilot Coffee. Вот, я вам сейчас покажу, если я там влезу в камеру, конечно. Видите, Pilot. Не очень, потому что сильно шли, ска. Ну, ничего. Поэтому я вас виртуально угощаю всех кафе. Попьем со мной. У нас когда-то на новостях говорили, что человеку полезно выпить кружечку кафе раз в день. Есть люди, которые заходят в зависимости от кафе. Это, конечно, нехорошо. Кофе, оно нехорошо. Но раз в день говорят, что очень хорошо выпить кружечку кафе. Ну, вы меня поняли. Кружку или как там. Чашку кафе, да. Кружка, это, наверное, более поукрая, от всего слова. Ну, а мы сейчас проезжаем Омага. Опять-таки, мы чуть-чуть ее затрагиваем, конечно. Не всю Омага мы проедем, но 80-ка проходит через этот город. 80-й Гайвэй. И мы немножко ее захватываем. Этот город очень большой. Также много индустрии здесь всякой. Я вчера везла, то, что я сейчас скинула трейлер, меня загрузили алюминиев. И мне интересно, они делали такие вот компании, это, где я забирала этот алюминий. Они делают их, как вот когда-нибудь вы видели, слитки золота, да. Вот так они делают алюминий. И они его так вот ложат на, аккуратненько там складывают, да, все так на таких рэкс. Ну, как они называются по-русски, опять не знаю, но... Ну, короче, аккуратно так все сложено, распланировано по полочкам, все. Так что, вот сюда завозили алюминий, видно, что-то делает, какая-то фирма что-то с этим алюминием. Вы знаете, друзья, вот я вот честно вам скажу, что вот сейчас у меня нету чего-то желания снимать ничего. Я не знаю почему. Я езжу сама, наслаждаюсь этой красотой. А потом вспомнишь, вот это надо камеру выставлять, включать, выключать. Что-то вот, не знаю, у меня пропало желание. Может, потому что, ну, не знаю, может, как-то мне не скучно даже вот ездить. И когда ты снимаешь, ты просто, ну, как-то сам по себе, ну, внимание все как-то отхвачивает тебя эта камера. Смотришь, чтобы все нормально было там, да. И пропускаешь многие моменты, которые сам не видишь. Поэтому с камерой, я не знаю, я не буду так много, наверное, уже выставлять видео, как я раньше выставляла. Ну, немножко иногда где-то в каком-то новом городке, может, что-то где-то там я уставила, чтобы снимала. Поэтому, извините, я уже не буду так много, как раньше, снимать видео. И я не знаю вообще, не будет это очень часто. Поэтому не думайте, что что-то со мной произошло, или там что-то я там передумала. Но просто я не буду часто снимать. Это пикает мне, что близко к машине. Надо иметь расстояние два трака с трейлером, чтобы у тебя было. Ну, приблизительно где-то так. Далеко, чтобы машина от тебя. Чтобы ты имел возможность остановиться вовремя и ударить, если что-то. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...